Всероссийская ночь кино. Такая акция и в таком масштабе проходила в нашей стране впервые. В электрогорске сеансы под открытым небом собрали десятки зрителей. Ну вообще это лучше, чем сидишь дома, вот у телевизора, у компьютера смотришь, а сидишь на свежем воздухе, вот окошко открыл, дышишь свежим воздухом, там, я не знаю, попкорн, я что-то. Просто так, душевно. В нашем городе мы первый раз смотрим такие фильмы. Было бы интересно, если бы у нас, наверное, чаще это показывали, потому что у нас, наверное, мало всяких развлекательных программ, поэтому мы бы с удовольствием приехали посмотреть. Кинотеатры стали уже чем-то обыденным, а в таких сеансах какая-то своя особенная атмосфера. Досуг культурный, обстановка романтичная. Ну и сегодня Всероссийская ночь кино, девушка решила приехать, романтично, все дела. В машине никто не мешает, можно и покушать, поговорить, пообниматься там. Проходил кинопоказ на парковке за фоком. В вечернее время за стоянку здесь берут деньги, но вот посмотреть кино все желающие могли абсолютно бесплатно. Вместо кресла кинотеатра – кресло автомобиля, вместо большого экрана – стена фока. Но чтобы не только увидеть происходящее, но и услышать, необходимо поймать определенную частоту на радиоприемнике. Провести кинопоказ под открытым небом стало возможным благодаря обычным ребятам из нашего города. Как они говорят, задумка была уже давно, и символично то, что реализовать ее получилось как раз в год российского кино. Но останавливаться на одной лишь этой акции они не намерены. Решили проводить это на самом деле каждую неделю, это будет происходить в пятницу и в субботу. Будет показ по одному-два фильма, вот так вот. То есть у нас репертуар многогранный, и будем всякое, и советское кино, и современное, вот так вот будем чердовать. Автокинотеатр продолжен функционировать и дальше, а для зрителей появится дополнительное удобство. Например, будет продаваться попкорн и сладкая вата, а о сеансах и репертуаре жители смогут узнавать заранее через различные социальные сети. Продолжение следует...